Всем привет! Я решила записать длинное разговорное видео, наверное, одно из самых ожидаемых от меня, как специалиста в области питания и фитнеса. Почу дать 15 своих основных рекомендаций на тему того, как поддерживать себя в форме и поддерживать свое здоровье. Первая моя рекомендация будет касаться воды. Я думаю, что только ленивый не сказал о необходимости водного баланса. Тем не менее, я в миллион раз тоже готова это повторить. И это одна из основ, с которыми я начинаю работу со своими клиентами как на сопровождении, так и на консультации. Здоровому человеку при любом соотношении роста веса необходимо выпивать в день минимум полтора литра воды чистой питьевой. Но моя рекомендация заключается не совсем в этом. Она такая более узкая. В своей практике я очень часто сталкиваюсь даже у молодых девушек, так как в основном ко мне приходят девушки на работу. И я очень многие встречаю проблему с застойной желчью. Различные патологии, например, перегиб желчного или дискинезии желчевыводящих путей. У кого-то даже есть холецистит. В любом случае, даже если нет никаких явно выраженных проблем, я даю определенную схему по работе с желчьоттоком. Потому что мы все ведем, наш современный человек ведет не супер активный образ жизни. Мы очень много сидим, у нас большинство сидячая работа. И, конечно, это сказывается на нашей системе пищеварения. Желчь – это один из основных компонентов нашей системы пищеварения. Без нее не будет правильно усваиваться жиры. Также она отвечает за многие другие функции. Я сейчас не буду их всех перечислять. Даже если с желчью у вас все в порядке, никогда не будет лишним ее профилактировать. Профилактировать хороший желчийотток. Это можно делать путем рациона, ведения активного образа жизни. И путем соблюдения водного баланса. И вот такая вот рекомендация – пить натощак. То есть, когда вы просыпаетесь, пить натощак стакан теплой воды. Именно теплой. То есть, она должна быть слегка теплее, чем в комнатной температуре. Это будет расслаблять желчные протоки и улучшать текучесть желчи. Также можно заручиться таким простым правилом. За полчаса до приема пищи выпивать стакан теплой воды. Также для стимуляции оттока желчи. И в целом для того, чтобы подготовить вашу систему пищеварения к приему пищи. Плюс, это очень хороший лайфхак для тех, кто следит за фигурой. То есть, мы выпиваем стакан воды. И, соответственно, объем желудка уже наполняется. И мы съедаем меньше. То есть, это такой контроль от переедания. Следующая рекомендация звучит как овощи и зелень в каждом приеме пищи. Овощи – это вообще, наверное, основная еда, с которой мы должны начинать наш прием пищи. Я всем девочкам тоже, которые приходят ко мне на наставничество или на консультацию, говорю, что если у вас нет овощей в тарелке, значит, у вас нет приема пищи. То есть, можно заручиться таким вот золотым правилом. Я придерживаюсь в своем подходе гарвардской методики – это питание по методу тарелки, когда мы условно делим тарелку на три части. Половину тарелки мы заполняем овощами, зеленью, четверть тарелки сложенными углеводами, четверть белками. Всегда любая тарелка у нас должна содержать овощи. И прежде чем мы приступаем к приему пищи, мы должны что-то себе приготовить. Порезать огурчик, помидорку – это из самого простого. Либо сделать какой-нибудь салат, либо приготовить запеченные овощи, если это ужин – это идеальный вариант. Либо овощи мы можем употреблять в качестве смузи, например. Это вкусно, особенно сейчас, когда у нас не за горами лето. Летом изобилие фруктов, ягод, и это прям идеально для приготовления таких вот напитков. Плюс мы можем использовать овощи в качестве, например, каких-нибудь супов-пюре овощных. Это как вариант такого легкого ужина. Очень важный момент – не зацикливаться на каких-то одних овощах. То есть я вижу частую ошибку в том, что девушки видят условно в магазине, как будто только одни огурцы и помидоры. Особенно зимой, когда непонятно, насколько они натуральны, они выглядят искусственно и даже не имеют запаха. Поэтому я за то, чтобы кушать сезонные продукты. То есть мы занимаемся в осенью заготовками овощей на зиму. И это, как правило, у нас что выдерживает зиму? Это картофель, морковь, лимон, в принципе, любые корнеплоды. Там батат, тыква. Также спасать заморозка. Я вот всегда покупаю замороженные овощи. То есть у меня как минимум 2-3 пакета лежит в морозильной камере. На случай, когда мне нужно что-то быстро приготовить, нет времени резать какой-то салат, я кидаю эти овощи в 5 минут в кипящую воду, да, и все, у меня уже готовые овощной наборной тарелки есть. Ну, какие овощи? Это, например, бруссельская капуста, там, цветная капуста, брокколи. Различные смеси, типа, мексиканская, гавайская. Это как возможность, во-первых, получить все необходимые микроэлементы, не припегая к БАДам, да, то есть все мы можем получать из продуктов питания. И второй момент – это питание нашей хорошей микрофлоры. Овощи, фрукты – это основной источник питания для наших хороших бактерий. У нас в кишечнике есть миллионы бактерий, которые делятся на плохие и хорошие. И когда мы кушаем в избытке сахара, трансжиры, вот такую вот вредную пищу, да, то у нас разрастается патогенная микрофлора, и в кишечнике начинается, ну, как это называется, дисбактериоз, синдром избыточного бактериального роста. Как бы это не совсем научное понятие, на самом деле это не диагнозы таких не существует как таковых, но когда у нас присутствует дисбаланс, это преобладает в нашем, конечно же, состоянии. То есть вздутие, там, метеоризм, нарушение стула, какие-то боли, частые высыпания на лице и на теле, проблемы с волосами, с кожей, с ногтями. То есть это все отражение нашей работы кишечника. То, что мы едим, напрямую влияет и на наше самочувствие, и на наш внешний вид, и на наше состояние. То есть такая вот до банальности фраза, да, на то, что мы едим. Я бы даже, наверное, сказала, что мы есть то, что едят наши бактерии. Вот чем вы их накормите, то вы и получите. Третий пункт про контроль эмоционального и физиологического голода. Очень часто, когда есть какие-то нарушения пищевого поведения, и, в принципе, когда девушки зациклены на своем внешнем виде, да, и зациклены на еде, то вот теряется вот эта связь со своим телом. Мы перестаем слышать природные инстинкты, вот эти чувства насыщения, чувства голода, да. У нас иначе немножко работает гормональная вот эта система, там, гормоны грелин и лептин, которые отвечают как раз за эти чувства голода и насыщения. И под воздействием, там, возможно, каких-то эмоций мы можем тянуться к какой-то определенной еде. Чаще всего это какая-то вредная еда, там, сладкая, какие-нибудь булочки, вкусняшки. Мы заедаем свои эмоции или так с помощью еды, там, справляемся с какими-то переживаниями, стрессами, грустью. И нам очень важно научиться разделять вот этот эмоциональный и физический голод. Я этому тоже учу в своей практике. Есть очень много методик. И моя такая рекомендация, попробуйте отследить в течение трех дней, есть даже такая шкала чувства голода и насыщения. Загуглите в интернете и можете в течение трех дней отследить после каждого приема, насколько вот это, то, что вы поели, вас насытило, да, и насколько этого насыщения вам хватило. Очень часто после того, как я провожу вот эту практику, да, точнее прошу провести вот эту практику, девушки замечают, что, например, творог или сырники на завтрак насыщают ненадолго. Или каша какая-нибудь овсяная, да, там, буквально ты поел, и через пару часов ты снова хочешь есть. Вот, то есть важно, чтобы у нас было такое хорошее чувство насыщения, которого нам хватит как минимум на три часа, а то и на четыре, и на пять часов. То есть обязательно это баланс нутриентов, белки, жиры, углеводы. Понаблюдайте, позавтракайте завтра, там, например, кашей, послезавтра, там, с сырниками. Послезавтра можете собрать себе тарелку гречки, там, с яйцами, там, с салатом, то есть такой более плотный прием пищи, да, и посмотреть, что вас лучше насыщает. Потому что если вы будете недостаточно насыщаться из основных приемов, вас всегда будет тянуть каким-то перекусом. Это важно. Четвертый пункт. Моя рекомендация – планировать свой рацион заранее. Планирование – это вообще базис успеха, наверное, в области здорового питания. Потому что не всегда мы, особенно в современном мире, да, когда у нас куча дел, вот эта вот многозадачность, там, работа, дом, учеба, семья. И у нас как будто совсем не остается времени даже для себя, да, не то чтобы, там, готовить какие-то изысканные блюда. Поэтому я за то, чтобы максимально все упрощать. И вот если вы будете заранее планировать, например, свой выходной день, да, вы выберете, это займет у вас буквально минут 20-30 времени, просто сядьте, во-первых, посмотрите, что у вас есть на кухне, выпишите себе список продуктов, которые вам нужно докупить. Желательно это делать сытым. И вообще в магазин не ходите на голодный желудок, потому что есть высокая вероятность, что вы купите что-то лишнее. Я за то, чтобы это было плановое действие. Не то чтобы вы вот после работы заскочили и что-то взяли там себе на ужин, сосиски, отварители, пельмени, да. То есть планировать свой рацион на неделю вперед. То есть раз в неделю, например, делать закупку или хотя бы раз в три дня. Например, как делаем мы, у нас в семье двое, и каждое воскресенье, ну, условно, как получается, да, мы ездим в большой гипермаркет, где закупаем все продукты на неделю. Конечно, такие продукты, как молочные, там, например, мясо, рыба, я беру там, ну, на два, на три дня, потому что это скоропортящиеся. Но все остальное, там, крупы какие-то, не знаю, масла, орехи, фрукты, овощи, это лежит, хранится долго, поэтому я закупаю это на неделю. И у меня в течение недели не возникает желание или вопроса пойти в магазин и что-то докупить. Ну, очень-очень редко. И всегда я, как бы, немножко заранее знаю, что я буду в течение недели есть. Отталкиваюсь от белковой пищи. Например, в первой половине недели мы будем есть мясо. Условно, там, я приготовлю что-нибудь, котлеты, или запеку мясо, или сделаю стейки, там, приготовлю суп, например. Вторую часть недели мы будем есть, например, рыбу или морепродукты. Пару дней в неделю мы вегетарианцы. Ну, там, едим сыры, яйца. Естественно, это все дополняется крупами, овощами. Тут, как бы, сложности осуществить. Я не готовлю какие-то суперизысканные блюда. У меня нет каких-то невероятно сложных рецептов. У меня есть сборник рецептов, кстати, и там как раз есть 20 дней завтраков, 20 дней обедов и 20 дней ужинов. Я его написала специально, чтобы закрыть все вот эти вопросы. Потому что, естественно, все мои клиенты, которые ко мне приходили, и просто моя аудитория, там, в Инстаграме, например, постоянно спрашивали. Ну, как можно готовить вот быстро и просто, и так вкусно? Постоянно я выкладываю какие-то интересные блюда. На самом деле, они суперпростые. Просто кажется, из-за того, что они выглядят красивые, я красиво как-то их оформляю на тарелке, и кажется, что это сложно. На самом деле, это суперпросто, и специально, чтобы закрыть этот вопрос, я написала этот сборник. Следующий, пятый пункт – стараться не пропускать приемы пищи. Особенно, когда есть нарушение пищевого поведения, когда тяжело отказаться от каких-то вкусняшек, да, когда вы сидите на каких-то диетах, и ничего у вас не получается. Когда вы находитесь в таких зависимых отношениях с едой, не пропускайте приемы пищи, потому что это поможет вам как раз наладить вот эту связь со своими биоритмами, со своим организмом, научиться слышать инстинкты голода, насыщения, потому что они у нас есть, и это природой заложено. У нас есть условно три основных приема пищи – это завтрак, обед, ужин. Я встречала в своей практике людей, которые не любили завтракать. То есть на протяжении всей жизни у них первый прием пищи в обед – 12 час. И тяжело такого человека переучить, и в этом случае не надо этого делать. То есть оставляйте два приема пищи, если вам так комфортно. Но ни в коем случае нельзя испытывать чувство голода. На снижение веса нельзя вот этого допускать, что вам хочется поесть, вы чего-то недоели, вы где-то себя урезали. Поверьте мне, снижать вес можно и с набитым животом. Просто здесь дело в употребляемых и затрачиваемых калориях. Все это как бы основное. Для того, чтобы просто вы контролировали себя, контролировали свой эмоциональный голод, свой физиологический голод, делайте интервалы между приемами 3-4 часа. Идеально, если у вас ежедневно будет одинаковый тайминг приема пищи, потому что так будет комфортнее даже ваша система пищеварения. Наш кишечник очень любит режимность. И иногда, кстати, режимность закрывает до половины всех проблем. Как с неполадками в ЖКТ, какими-то расстройствами, так и в снижении веса. Поэтому попробуйте, разграничьте себе четкое время, отталкиваясь от вашего графика работы. Например, завтрак в 8-9 утра, далее обед в 12 в час, далее допускается перекус, это абсолютно нормально. Например, в 4 часа, да, и ужинаете вы до 8. То есть никогда мы не ложимся спать с набитым животом, потому что мы так отнимаем у себя ценные часы полноценного сна, потому что наша система пищеварения продолжает работать. Ну и из этого пункта как раз декает следующая рекомендация. Не наедаться на ночь, то есть соблюдайте хотя бы интервал 3-4 часа. Это будет идеально. Во-первых, есть такая наука, как, не наука, а методика интервального голодания. Она, в общем-то, очень простая, там, 14-14 на 8, есть разные там системы. И вот как раз, если вы будете просто ужин укладывать, там, до 8 часов вечера, и завтракать, например, в 8-9 утра, у вас как раз вот и будет получаться какое-то окно интервального голодания. То есть система пищеварения у вас будет работать четко, слаженно. Не допускайте, там, ужина в 10 вечера. Если понимаете, что у вас какое-то мероприятие вечером там, или на работе задерживаетесь, что-то, да, но вы заранее об этом знаете, то планируйте, что вы поужинаете до, или возьмете с собой какой-то ужин в ланчбоксе, или сходите в какое-то ближайшее кафе. Обязательно смотрите, какие позиции в этом кафе есть, сможете ли вы там что-то поесть, или там все будет непонятно, или там какие-нибудь вафли, там, не знаю, перекусы. Следующая рекомендация для тех, кто не может никак снизить вес, или не знает, от чего поправляется. Я очень часто раньше слышала фразу, куда, там, генетика. Или я съем яблоко, и все, я уже набираю лишний вес. Ну, в общем, вот такие вот какие-то шаблонные мысли. Если вы столкнулись с тем, что вы никак не можете сдвинуть свой вес, и думаете, что у вас рацион вроде бы чистый, вроде бы все нормально, вы не переедаете, но почему-то все равно вы набираете вес, или он не сдвигается. Попробуйте вести пищевой дневник. У меня на сопровождении девушки мне ежедневно присылают отчеты по питанию, то есть все свои тарелки, я их корректирую. И одна девочка мне спустя неделю после сопровождения сказала такую вещь. Во-первых, она отсылала отчеты сначала себе, себе в чат, а потом пересылала их мне. Почему-то ей так было удобнее. Вот она сказала, что она эту практику за собой закрепит, потому что она даже не подозревала, что ест такое количество еды. Она думала, что ест совсем немного, а потом, когда начала вот отслеживать уже буквально через несколько дней, наглядно, она поняла, что, да, она переедает. И она поняла, в какие моменты она переедает. Дальше мы пробовали эти моменты связать с какими-то ее эмоциональными переживаниями. Выяснили, что у нее есть нарушение пищевого поведения по эмоцигенному типу. Она начала работать с психологом. Дополнительно я дала я свои методики коучинговые по коррекции тоже пищевого поведения. И вот так вот поэтапно мы пришли к идеальным тарелкам и к пониманию себя, улучшению ментального состояния. Но вот основное это пищеводнение, с чего все началось, да. То есть вам нужно наглядно понимать, что вы едите, потому что далеко не всегда это сопоставляется с реальностью. Вот эти все кусочничества, которые с нами часто случаются в течение дня, там там орешек поели, здесь бананчик съели, там еду готовим, там что-то пробуем. Вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, и так оно и получается. А вроде бы не заметно. Попробуйте в течение недели, поприсылать самой себе вот эти отчеты и проанализировать, делать фотографию каждого приема пищи, каждого кусочка. И вы поймете. Можно, конечно, попробовать вот эту систему подсчета калорий, да. Но, опять же, я не расцениваю ее как способ снижения веса здоровой истории, потому что это немножко искусственная среда. Но про систему подсчета калорий сейчас не будем. Вот, то есть моя рекомендация, попробуйте в течение недели повести дневник в питание. Восьмой пункт. Формируйте приемы пищи по методу тарелки, о котором я, собственно, уже упомянула в начале видео. Гарвардская система, вы можете тоже загуглить в интернете и посмотреть, как эта тарелка выглядит и как ее правильно комбинировать. Основа – это половина тарелки мы заполняем растительной пищей, там, овощи, фрукты, зелень, приготовленные сыры, запеченные, тушеные, в любом виде. Четверо тарелок – сложные углеводы, это крупы, макаронные изделия, хлеб, например, с цилиндзерновой муки, ну, и любая там выпечка. И белок рыбам, морепродукты, яйцам, сырым, мясом. И обязательно дополняем жиром. 40% насыщенные жиры, 60% ненасыщенные жиры. То есть тоже с этим, по этому пункту можете почитать подробнее в интернете, что относится к насыщенным, что к ненасыщенным. Вот это гарвардская методика, это метод тарелки, я его даю своим клиентам, по нему мы работаем, не у всех сразу получается. Но это один из самых простых, доступных для всех способов снижения веса. Это современный подход, разработанный Гарвардским институтом с целью здравления, с целью популяризации, снижения веса и снижения заболеваний сердечно-сосудистой системы у жителей Соединенных Штатов. У них это прям аномалия. Система очень современная, рабочая, простая, так что обязательно попробуйте. Девятый пункт. Старайтесь, чтобы хотя бы раз в неделю, а лучше два раза в неделю у вас в рационе была красная рыба. Это основной источник омега-3 жирных кислот. У нас, конечно, они есть еще в грецких орехах, например, в семенах льна, но в незначительном количестве и усваиваются гораздо хуже, нежели из рыбы. Если вы не соблюдаете этот баланс, то можно принимать омегу-3 дополнительно, но тоже нужно очень грамотно выбирать и дозировку, и производителя. Сейчас очень много подделок, и легко на это нарваться. То есть обязательно нужно проверять сертификацию БАДа. Красная рыба – это основной источник полиненасыщенных жиров, и они очень важны в нашем рационе. Можно ее потреблять как в запеченном, приготовленном виде, так и в виде слабосоленой рыбы, например, на завтрак в качестве тоста. Очень классный вариант, классное сочетание слабосоленной форели и семга с творожным сыром и зеленью или с авокадо. Один из моих любимых рецептов последних дней, последних месяцев – это тим-тим с лососем в сливочном соусе. Я, по-моему, дублировала этот рецепт по телеграмме у себя на канале. Очень классный рецепт, это просто отвал башки. Если у вас в рационе рыба редко, и вы не любители рыбы в принципе, то не пренебрегайте курсом омега-3 дважды в год, можно в течение месяца. Десятая рекомендация – делайте свои приемы пищи вкусными. Здоровое питание – это не означает, что надо есть пресную еду, там какую-то есть, там только овощи. Можно очень вкусно готовить, просто надо научиться это делать. Если обязательно пробуйте вводить какие-то новые блюда, какие-то новые ингредиенты в свой рацион, не зацикливайтесь на одних и тех же. Очень часто это приводит к объединению рациона и тем самым приводит к каким-то дефицитам микроэлементов в организме. Вместо картофеля попробуйте батат или пробуйте вместо картофельного пюре приготовить пюре с цветной капустой. Обязательно дополняйте свои приемы пищи семенами, маслами, различными специями. Нам очень важно, чтобы еда была вкусной, чтобы получать от нее удовольствие, потому что еда – это не только источник энергии, неправильно ее так расценивать. Еда – это источник удовольствия, еда – это традиции семейные, еда – это ассоциации с праздниками, с путешествиями, с какими-то людьми, с какими-то событиями в жизни. То есть еда на самом деле играет большую роль, чем мы можем себе представить. Поэтому очень важно из нашей еды, которую мы сами готовим для себя, получать весь спектр вкуса. В японской культуре даже есть такое правило, что мы должны сочетать все виды вкусов в одном приеме пищи – это сладкий, кислый, горький, соленый, острый. И тогда мы получим весь спектр, и нас не будет тянуть каким-то вкусняшкам. В любом случае, моя рекомендация заключается в том, чтобы не зацикливаться на каких-то одних продуктах. Пробуйте готовить по новым рецептам. Наверняка у вас в сохраненках есть какие-то рецепты, которые вы постоянно откладываете на потом. И можете в течение месяца поставить себе челлендж, готовить два новых блюда в течение недели. Либо, например, сделать челлендж неделя красивых, новых, разнообразных завтраков. Если вы хотя бы 2-3 раза приготовите новое блюдо, мозг уже его запомнит и зафиксирует. То есть новое блюдо – это как возможность не зацикливаться на одних и тех же продуктах. Ну и следующая моя рекомендация, которая вытекает из 10-й – это используйте как можно больше пряностей, специй, трав, когда вы готовите блюдо. Наверное, одна из основных, которую я бы рекомендовала – это куркума. Во-первых, это горечь. Нам очень важны горечи. Они как раз-таки хорошо помогают, стимулируют отток желчи. Из древней индийской народной медицины, из-за аюрведа, куркума – это считается чуть ли не целительной из всех болезней. Можете об этом подробнее почитать в интернете. Она богата антиоксидантами и кучей микроэлементов. Поэтому очень-очень полезна. Единственный в ней нюанс, что она очень пигментированная, и когда вы готовите, осторожно, при соприкосновении с поверхностями, она может окраситься. Использовать карри, копченую паприку. Например, я просто обожаю сочетание спелого авокадо с морской солью и с копченой паприкой. Это безумно вкусно, и даже ни одна шоколадка рядом не стояла. Следующая рекомендация – не кушайте быстро, не торопитесь. Во-первых, возикладывайте большое количество воздуха. Иногда это проблема для людей, у которых есть, например, герб. Мы едим не спеша. Выделяем на прием пищи хотя бы 10-15 минут. Желательно, чтобы в это время вас никто не тревожил. Чтобы вы просто один на один как ритуал, как медитация, один на один сидит с вашей едой. Посидите, вкушаете, получаете удовольствие, наслаждение. Пробуйте каждый кусочек. Следующая рекомендация – потребляйте достаточное количество клетчатки. Но я об этом уже упомянула в начале ролика. О том, что надо достаточное количество цельнозерновых, круп, овощей, фруктов, ягод. Потому что это основной источник питания для хороших бактерий. Но есть такой нюанс, что немногие любят есть овощи или зелень, особенно в свежем виде, просто нарезанный в салат. Поэтому можно с этим как-то играть. Например, тушить, запихать, использовать специи, опять же, масла, семена, различные приправы. Можно готовить овощные супы. Зелень можно мелко нарубить так, чтобы ее незаметно было в салате. То есть, но все равно как-то это можно обыграть, адаптировать. Либо такой есть лайфхак, особенно сейчас очень подходящий по сезону, опять же, этот смузи. Например, 2-3 раза в неделю можно дополнять ваш завтрак каким-нибудь интересным овощным, фруктовым смузи. Обязательно туда добавить какой-нибудь листик кейла, либо шпинат. Следующий пункт про достаточное количество воды. Все-таки я решила его отдельно выделить. То есть, мы с этого начали, но первая моя рекомендация заключалась в потреблении стакана теплой воды для стимуляции оттока желчи. Личная рекомендация о балансе, о питьевом балансе, потому что это крайне важно для наших органов. Только один наш кишечник по физиологии наши потребляет 1 литр воды в сутки. То есть, для того, чтобы просто система пищеварения для работы вот правильно, нам нужен 1 литр жидкости. У нас есть и другие органы, лимфатическая система. Очень часто происходит застой лимфы по причине элементарного недостаточного употребления жидкости. Лимфа – это жидкость, которая выводит все токсины из нашего организма через мочеводелительную систему, через пот, через дыхательные пути. И очень важно не препятствовать этому оттоку лимфы, работать с этим, делать лимфодренажные упражнения. Ну, для оттока лимфа я думаю, что как-нибудь запишу отдельный комплекс, который я выполняю по утрам. Это очень классная вещь. Обязательно беритесь, если куда-то идете, с собой бутылку воды. У меня это привычка, заложено уже, наверное, последние 5 лет точно. У меня много разных бутылочек дома на все случаи жизни. И недавно я еще купила себе бутылку для того, чтобы делать ионизированную воду. Здесь внизу есть фильтры специальные, там такие камешки, гранулы природные, которые содержат много разных микроэлементов. И они фильтруют воду, насыщая ее полезными компонентами. То есть такая получается живая вода. Она лучше усваивается организмом. Она больше подходит для нашей системы пищеварения. Плюс это больше польза. Так что вот, экспериментирую. Что могу сказать, по вкусу она гораздо мягче, чем обычная вода. И ее пить хочется больше. Что касается каких-то лайфхаков, наверное, вот мой основной лайфхак. Это купить себе какую-то бутылочку, которая будет приятно везде носить и приятно из нее пить. Также можно воду дополнить, например, листиком мяты, розмарином, каким-нибудь лимоном, имбиром. Да, это тоже будет считаться чистой питьевой водой. Просто так он будет пить ее вкуснее. И последняя для данного ролика моя рекомендация. Выбирать качественные продукты питания. Обязательно читайте составы. Далеко не все продукты, которые мы видим на полках магазинов, действительно пригодны для нашего организма. Трансжиры, эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, различные усилители вкуса. Все это мы потребляем в больших количествах. И человек делает это неосознанно. Потому что мы не задумываемся, не читаем этикет. Конечно, это не запрещено распотребным взором. То есть, если вы съедите палку колбасы, вы не умрете от инфаркта. Но если вы систематически каждый день будете потреблять вот эти продукты, содержащие трансжиры, вот эти все вредные компоненты, конечно, это накопительный эффект. Все практически какие-то кондитерские изделия, торты, выпечка печенья, конфеты, пряники. Все-все-все вот это содержит огромное количество сахара и, естественно, маргарин, который и есть, трансжир в чистом виде. Есть хорошее печенье, например, есть магазины «Вкусвилл». И так можно в каких-то магазинах локальных найти продукты, которые будут с нормальным составом. Тем более сейчас российский рынок производителей как раз развивается. И мы идем в сторону зожного питания. Очень много появляется сейчас различных зожных продуктов. Это очень радует. Поэтому ориентируйтесь, умейте выбирать, избирательно относитесь к тому, что вы в себя закидываете, потому что наш организм, он не вечный. Это действительно так. Если мы не будем правильным топливом заправлять нашу машину, то долго она не проедет. Смотрите в сторону цельных продуктов. Это то, что вы четко знаете, что да, это мясо. То есть в колбасе непонятно, что это. Выбирайте цельные продукты, овощи, фрукты, крупы, мясо, рыбу. И из этого составляете 80% своего рациона. 20% могут быть вкусняшки какие-то. Желательно, конечно, с хорошим составом, но не страшно, если там раз, может, в месяц вы пойдете поедите какой-то любимый десерт, невзирая, из чего он сделан. То есть, ну, это же не будет каждый день. То есть, я надеюсь, что логику я давать, Денислава. На этом видео я, пожалуй, заканчиваю, потому что оно и так получилось достаточно обширным. Я на тему питания и фитнеса, так как это основная моя деятельность на данный момент, конечно, я могу говорить очень-очень долго. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать в комментариях, а также выразить свое мнение, если вы с чем-то не согласны. Ну и, конечно, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Я буду рада вашей обратной связи.